В этом видео Акстар записался на уроки с иностранными преподавателями. И притворится, что не умеет играть, а потом как вжарит! Посмотрим на их реакцию вместе с вами. Приятного просмотра! Всем привет, это канал Акстар, и сегодня я притворяюсь новичком с иностранными преподавателями. Притворяюсь новичком, это значит новый розыгрыш пяти гитар. Долго об этом рассказывать не буду, все условия и подробности в описании. Главное, скажу, что одно из основных условий это подписка на мой инстаграм Акстар.мьюзик, а также там будут итоги, поэтому обязательно подпишись, чтобы ничего не пропустить. И сейчас важно, ближе к концу этого видео вы кое-что увидите. В общем, с одним очень популярным каналом мы сделали одну крутую вещь, и я уверен, это не оставит никого равнодушным, поэтому обязательно надо смотреть. Ну в общем, решила значит записать, притворяюсь новичком, с иностранными преподавателями по двум причинам. Первое, почти все преподаватели в России меня знают, и это немножко усложняет запись таких видео. И второе, как мы знаем, иностранцы очень эмоциональны и искренни, и я думаю, это будет очень круто. И тут передо мной встал логичный вопрос, как переводить речь иностранцев. Можно, конечно, субтитрами, но сложно читать и смотреть без напряга. Остается переозвучка, вот только кто бы мог переозвучить. Ммм, может я попробую? Всем привет, с вами Голос Васи, и сегодня я озвучу иностранных преподов для Акстара. Ну а на моём канале выходят лютые пранки с разными голосами, ссылку ты найдёшь в описании. Приятного просмотра. Тебя зовут Паша, да? Да, да. Рады тебя видеть, я Джуди. Итак, это твое первое занятие? Ты уже играл на гитаре? Нет. Отлично, бери гитару и смотри. Мне нужна гитара? Сегодня? Да. Для урока по гитаре? Это была шутка. Какие песни ты хочешь играть? Я хочу научиться какой-нибудь красивой песне для моей девушки. О, это круто, это очень хорошо. Хорошо, я хочу научить тебя одной довольно простой песне. Это крутой испанский романс. А вы можете сыграть его мне? Окей, без проблем. Это звучит круто. Хорошо, только играй разными пальцами. Я очень волнуюсь, на самом деле. У тебя хорошо получается. Это довольно сложная песня, у тебя круто выходит. Просто дыши, все хорошо. Я обещаю, я научу тебя играть. Итак, играем седьмой лад. Можно я попробую все сначала? Я сниму очки, они неудобные. Да, хорошо. Я все понимаю. И эту рубашку, она тоже неудобная. Да, давай, я все понимаю. Так-то лучше. А, хорошая куртка. Отлично. О, так удобно. Круто, я чувствую себя в нем как рок-звезда. Очень круто, очень хорошо. Я могу попробовать, да? Да? Да, пожалуйста. Так реально лучше. О, божечки. Спасибо, очень полезный урок. Реально. Это какая-то магия. О, боже мой. Нет. Ты сыграл реально клево. Я не умел это играть, а теперь умею. Спасибо. Я ведь даже не показывала тебе последнюю часть. Интуиция. Нет, ты знал ее, и знал очень хорошо. Мне стыдно, но я хочу признаться. О, божечки, нет. Это пранк. Почему? Почему ты это сделал? Что ты подумала, когда я начал играть? Отрыв башки. Типа, не-не-не-не-не. Я все трясусь. Это ненормально для меня. Привет, чувак. Я Кевин. Как ты? Меня зовут Паша, я из России. Хорошо, Паша. Покажи мне, что ты можешь. Послушай, послушай, чувак. Это хорошо, но это слишком плохо для продолжения занятия. Это слишком плохо, и я считаю, ты не достоин занятия со мной. Извини. Просто дай мне секунду, у меня есть идея. Хорошо, сейчас просто послушай. Мужик, но как? Это все Snowball Ice, современный конденсаторный USB-микрофон от компании Blue Mics. Спасибо этим ребятам за крутой звук в этом видео. Что важно и круто, это USB-микрофон, и вам не нужно дополнительно покупать внешнюю аудиокарту. На микрофоны этого бренда свои песни записывали Elton John, Sting, Lady Gaga, Imagine Dragons и другие. Blue Mics также автор легендарного микрофона Blue Yeti. И вы его уже по-любому где-нибудь видели, это один из самых популярных микрофонов, и на западе он вообще ассоциируется с видеоблогингом и стримингом в целом. И Lil Peep записал на него хиты, покорившие мир. Но вернемся к Snowball Ice. Этот снежочек оснащен звукоснимающим капсулем премиального качества, что позволяет добиться кристально чистого сигнала. А его кардиоидная направленность позволяет отсечь все лишние шумы, и будет слышно только вас, и это очень круто. Плюс его дизайн не только стильный, но и функциональный. Он включает в себя прочный корпус, который защищает его от механических повреждений. А также очень крутая фича, встроенный поп-фильтр. То есть вам не нужно докупать дополнительно вот эту вот фиговину, черную, поп-фильтр, а он уже встроен в корпус этого микрофона. Blue Snowball Ice доступен в белом и черном цвете. Это по-настоящему универсальный девайс. И помимо введения стримов, записи видео или записи бодкастов, он нереально круто повысит качество звука во время видеоконференций и звонков. Более того, на него можно записывать гитару и вокал на достойном уровне. В общем, по ссылочке в описании вы найдете все, что нужно, ну а мы погнали дальше. Чувак, я ничего не понял, но было очень интересно. Спасибо. Итак, можешь что-нибудь мне сыграть? Что-нибудь, что ты учил, чтобы показать на каком-то уровне. Я не знаю эту. Я знаю только одну русскую. Крокодила Гена. Я надеюсь, я когда-нибудь буду играть, как вы. Если ты будешь настойчивым, это сработает. Даже если у тебя есть талант. Если ты не работаешь, это не имеет значения. Это не имеет значения. Кстати, у меня еще есть 12-струнная гитара. Могу показать. Давай, покажи. Хорошо, хорошо. Хорошо. Так, 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 так. Ты выучил это сам? Да. За два месяца? За два с половиной. Я думаю, это невозможно за два месяца. Это высокий уровень. Это нелегко. Это нелегко то, что ты сыграл. Реально? Это сложно? Большинство людей достигнут этого... Не знаю, через несколько лет. Я смотрел видео на ютубе и повторял. Там играли очень быстро. Я просто смотрел и повторял. В испанской музыке используют этот прием. Да, это очень легко. Я никогда это не изучал. Но это круто, что ты выучил это сам. Я думаю, что это почти невозможно. На самом деле, я занимался на балалайке. Шесть лет. Вот почему гитара дается тебе легко. Потому что это невозможно за два месяца. Я понял это. Помните, я говорил вам кое-что в начале. В общем, сейчас у меня в руках гитара, которая была в сегодняшнем пранке. И она довольно необычная. А необычная она своей судьбой. Она была подобрана мной специально для одной особенной девочки из далекой деревни. И ее мечта – научиться играть на гитаре. Прости, такой глупый вопрос. Но ты говоришь, что средств не хватает на увлечение. Что еще ты бы хотел иметь? Гитару. Это мое самое главное желание, которое я уже очень давно... Ты умеешь играть? Вот в том-то и дело. Я не умею играть. Мне очень хочется научиться. Никто же не умеет играть, когда рождается. Вот и мне не приходилось. Ролики про эту девочку снимают ребята с канала «Слово пацана». И на днях я передал эту гитару им. Далее ребята отправились за тысячи километров исполнять мечту Насте. Как они подарили ей эту гитару сюрпризом. И вообще удивительную историю про эту девочку и ее невзгоды. Можете посмотреть по ссылке в описании на канале «Слово пацана». И я буду очень рад, если вы, мои зрители, посмотрите эту историю. Она очень трогательная. А вообще ребята большие молодцы, делают много добрых вещей. Обязательно подпишитесь на них. Идем. Если наберем 50 тысяч лайков, я выпущу продолжение. Подписывайтесь на канал. Пока.